Смотреть видео или полноценные фильмы будет комфортно. Правда, только если у вас нет слухов. Его очень легко таскать с собой везде. Они через 2-3 года уже электромобили, наверное, начнут хлепать. Такое вот у меня ощущение. И что же за такие деньги из явных плюсов мы здесь получаем? И если выйти из этого режима, то я так понял, обратно не попадешь. Оу, щит! 20 лайков, как я и просил, собрались за 4 часа, поэтому погнали. Спасибо, я вас услышал. Привет! Сегодня я, фанатом компании Blackview, а также остальным зрителям моего канала, расскажу и покажу первый ноутбук компании Blackview, Blackview Acebook 1. И расскажу, для кого же он подойдет. Это первый подобный гаджет компании, и я скажу, что продвигаясь такими быстрыми шагами, они через 2-3 года уже электромобили, наверное, начнут хлепать. Такое вот у меня ощущение. Ну ладно, сам ноут я бы отметил как пусть и не идеальный, но достаточно интересный для того, чтобы посмотреть это видео. Цена его на Али в районе 400 долларов, то есть это начальный сегмент рынка. Ну это, блин, не повод делать кабель зарядки длиной всего в 1 метр. Как-то неудобненько, что ли? Вы не находите? И что же за такие деньги из явных плюсов мы здесь получаем? А, здесь 14-дюймовая IPS-матрица, здесь автономность на уровне 8 часов в режиме работы в интернете, а также очень тонкий, легкий алюминиевый корпус. Кому подойдет ноут? Да всем. Да всем, кроме графических дизайнеров, видеомонтажеров, игроманов и так далее. Короче, для офисного планктона, которым я, по сути, помимо YouTube проекта своего и являюсь, он подойдет на 100%. Что имеется в виду? В силу того, что весит ноут чуть больше килограмма, имеет тонкие рамки вокруг дисплея, а следовательно компактные размеры в целом, его очень легко таскать с собой везде, на какие-то мероприятия, встречи, куда угодно. Естественно, он тихий, изображения классные, так что работать в офисных приложениях или общаться в мессенджерах, смотреть видео или полноценные фильмы будет комфортно. Правда, только если у вас нет слухов, ибо если он есть, то вы сразу же уберете этот ноут от своих ушей и потянетесь за наушниками. Давайте просто забудем о звуке. А вот наушники здесь можно использовать и проводные, потому что разъем 3,5 мм здесь на корпусе есть. А давайте посмотрим, что еще есть на корпусе. Значит, справа на панели у нас два USB порта, 3,5 мм разъем для наушников, а также слот под карту памяти microSD. Слева порт для зарядки, еще один 3.0 USB, HDMI, Type-C и два индикатора зарядки. Странно, что нет разъема для полноценной карты памяти с фотиком. Придется таскать переходник. Снизу же находятся те самые два динамика, которые лучше сразу проткнуть иглой, чтобы не дай бог не слышать этот мерзкий звук. Blackview, простите, но говорю как есть. Причем это проблема не только этого ноута, а многих представителей конкурентов. Железо. Ну, тут как бы все скромно. Процессор Intel Celeron 4120 в паре с 4 гигами оперативной памяти. Учитывая то, что здесь стоит SSD на 128 гигабайт, ноутбук вроде как более-менее должен быстро работать. Но на самом деле местами вы можете замечать некоторые задержки, микрофризы. А все потому, что SSD-шка здесь, ну, скажем так, немножко не такая, как на вашем привычном компьютере или ноутбуке. В любом случае, друзья, это ноут за 400 баксов, и ему позволительно иногда подтормаживать, поэтому особо придираться к быстродействию я точно не буду. А стоит здесь Windows 10 S, то есть та, которая работает только со скачанными приложениями с официального магазина Microsoft. И если выйти из этого режима, то, я так понял, обратно не попадешь. А так как ноутбук не мой, то переходить в обычный режим мы, конечно, не будем. Вы уж меня простите. Хотя с такой производительностью, я даже не знаю, что тут можно было бы поставить для теста. Скажу так, танки даже точно будут работать только на минимальных настройках, и то с не самым высоким FPS. Зато 4К видео с YouTube не лагает при воспроизведении. Круто! При попытке запустить скачанное приложение, например, тот же установщик танков, винда предлагает забыть об этой затее. Так как S-режим позволяет скачивать только приложение с магазина Windows. Так что я думаю, кто купит такой ноут, сразу же выйдут из этого лайт-режима. Ну да, этот ноут точно не для игр. Его философия, легкость, тонкость, простота. И он действительно будет полезен тем людям, которые являются очень мобильными в своей сфере работы, то есть, которые постоянно передвигаются, и им постоянно нужен с собой ноутбук. Вот такой вот компактный ноутбук, как раз таки их вариант. Кстати, интересный факт. За 1 час воспроизведения видео в Full HD разрешении на максимальной яркости с YouTube, этот ноут теряет всего лишь 14% зарядом. То есть, если небольшие математические свои способности применить, можно понять, что в районе 7 часов этот ноут способен воспроизведить видео. А если поставить HD, так и все 8 часов. Кстати, я разве не говорил? Я же второй канал создал. Там я публикую распаковки. Чего уже не будет на основном канале. Там я засвечивать буду только пришедшие ко мне гаджеты. Короче, там лайв-канал с инсайдами, живым общением, распаковками. Кому интересно, с удовольствием жду вас там. В общем, друзья, скажу так. Если бы не вот этот щелкающий тачпад, и отсутствие слота для карты памяти большого размера, я бы сказал, что лично для меня этот ноут был бы идеальным. Но еще звучание. Конечно, его нужно поправить, ибо слушать его просто невозможно. В остальном же у каждого свое мнение, друзья. И его вы можете оставить прямо под видео в комментариях. Всем удачи, друзья. Подписывайтесь на мой основной канал. Также загляните на мой лайв-канал. Вот здесь он будет находиться. Всем удачи и до новых видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok